Здравствуйте, дорогие жители столицы! Мы обращаемся к общественности с произволом, творящимся на левом берегу столицы. Именно земельный участок огорожен с одной стороны Жек-Пирек-Сарай, имени Жан-Слакушни-Пирек, Хамор-Тауэ, с этой стороны Жилой Коприс, улица Орунбор и Стоит-Уран, проспект Туран. На данном земельном участке должен располагаться, вот, выписка из земельного кадастра, семиэтажный стационар на 64 койки, двухэтажная пристройка и четырехэтажная поликлиника на 200 посещений смены, которые так необходимы жителям нашего района, плюс зеленый сквер для удобства города. Вот смотрите, вот на этом участке, вот у нас Хавиапарк-1, полностью на всю ширину данного периметра территории, получается комплекса, должна располагаться поликлиника, она оранжевая отметина, и зеленый сквер. Вот он у нас Жек-Пирек, здесь находится проспект Кабамбай-Батыра. Это у нас официально земельного кадра, вытащена информация, здесь подписи руководителей данных органов, и здесь указано целевое назначение данного земельного участка, медицинский центр должен здесь расположен быть. Но вместо этого... Вместо этого мы обнаружили, что Орда Инвест, точнее дочерняя организация ТО «Астанамент», намерена была возвести незаконно жилой комплекс, состоящий из семи зданий разной этажности, с 9 до 16 этажей, 6 или 7 зданий, на 280 квартир, всего 83 этажа. Плюс вместо сквера они желали построить медицинский центр с непонятными техническими условиями. Получается, вместо полноценной поликлиники, в которой должны были обслуживаться все дети ближайших районов, тем самым облегчить себе жизнь, здесь хотят возвести еще один жилой комплекс, который будет непонятно для кого и не для... Ну то есть нашему населению он никакой пользы не принесет. Это принесет пользу только определенным лицам, но никак не разгрузит нашу жизнь и комфорта ей не придаст. Поэтому, уважаемые подписчики, давайте поддерживать общую инициативу жильцов данного дома, комплекса и быть неравнодушными к общей проблеме. Можно я бы сказал? Да. Конечно. Дорогие жители столицы, в последнее время активизировалось некое лицо по имени Гульвира Абетова, которое со всех площадок трубит то, что ее поддержит 80, то 100, то 200, то 400 человек. Я обращаюсь к тем, либо 80, либо 400 людям, которые родители, особенно детей. Якобы... Якобы... Пожалуйста, не верьте пустословным обещаниям незаконного застройщика. Он начал строить незаконный дом здесь, он не погнушается обмануть вас. Сейчас здесь будет строить 280 элитных квартир. И большое у меня сомнение, что застройщик возьмется строить реабилитационный центр для особенных детей. Я обращаюсь к вам, мы обращаемся к вам. Поддержите нас, наше дело правое. Мы 8 месяцев боремся уже. Мы поможем вам воплотить вашу мечту, получить реабилитационный центр. Рядом с поликлиникой, с стационаром, есть большое земельное участок под сквер. Там будет построен реабилитационный центр. Мы уверяем вас, дайте нам выводить суд. Не вставляйте палки нам в колеса. Мы за вас. Мы за вас. Мы против жилого комплекса. Мы за реабилитационный центр. Мы за медцентр. Но против жилого комплекса. Нет незаконному строительству. Вы поймите, что прикрываясь этой поликлиникой, Орда Эмвест просто-напросто хочет протащить, пропихнуть свое ЖК. Не ведитесь на это. Вам, Орда Эмвест, до вашей поликлиники никакого дела нет. Он хочет построить именно еще и платную поликлинику для вот этих особенных детей, а не бесплатную. Вы поймите вот это, что он собирается сделать, на что он идет ради того, чтобы пропихнуть свое незаконное ЖК. Недавно только у них были слушания в Однамедель. Незаконное, подчеркиваю. Где Орда Эмвест беспощадно увеличил количество квартир на несколько десяток. Стало сейчас 280 квартир. О каком-нибудь центре идет речь, когда будет над этой медицентром дышать 280 квартир. В 22-й год наш президент хочет объявить годом ребенка, годом детей. Какая тут забота государства о детях, когда у нас кругом здесь одни человеки. Нет ни одного суцобъекта рядом. По плану у нас должна была стоять здесь больница, поликлиника и детский садик. В детский садик нам уже отжали. Там строится сейчас ЖК. Вместо школы, там где должна стоять школа, вырали котловар. Непонятно под что. Потому что нет паспорта объекта. От этого объекта нет паспорта. Теперь вот осталось отжать поликлинику. Но мы, жители, отстали на нее уже 7 месяцев. Помогите, пожалуйста, нам в этом деле. Помогите, поддержите нас. И не ведитесь на всякие заявления, таких как Гульнара Абетова и других ее приспешников. Каждое слово наше подтверждается доказательством. Умеются все документы. Вот наша папка от госорганов. Почему сейчас идет судебный процесс? Это все серьезно. Почему Атамике, на каком основании они сейчас сделали какие-то слушания? Все в дослушании. Где жители не в курсе дел. Почему Гульнара Абетова обливает клеветой провокационные, делает какие-то высказывания в сторону жителей нашего района? Почему она делит жителей города на социальные какие-то теги? И она заявляет так, что мы, жители элитного комплекса, все против строительства этого медцентра. Да мы, любое медцентр нам ставьте. Любое. Мы только медцентр. Главное, не комплекс. Да, любой, пожалуйста. Мы, любое медицинское обливает клеветическое 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 обливает клев вот такая непростая ситуация сложилась в нашей с вами столице я прошу всех неравнодушных подписаться на инстаграм страницу нетжкз7 от Arda Invest я укажу ссылку на эту инстаграм страницу в описании под этим видео там вы сможете узнать всю актуальную информацию по данному земельному участку и даты и время следующих собраний и судебных процессов на сегодняшний день стройка на данном земельном участке заморожена поскольку идут судебные процессы но считаю то что необходимо именно сейчас объединиться всем надеюсь то что все у нас будет хорошо данным по данному земельному участку все разрешится в хорошую пользу то что власти примут правильное решение и остается только ждать хороших новостей всем до новых встреч